Привет, друг! Это Найт Сити! В смысле, это ваш покорный Джей Центерс, меня зовут Джон Кармилицин, это двадцать девятый новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Турецкий художник по персонажам Хосейн Диба сделал три модельки главных героев GTA, а это Vice City, San Andreas и GTA 4. Ранее Хосейн сотрудничал с Blizzard и CD Projekt Red. Среди персонажей есть все три главных героя, то есть Томми Версетти, Карл Джонсон и Ника Белик. По словам Хосейна, именно так они могли бы выглядеть на консолях нового поколения. Ссылочка на ArtStation художника в описании, обязательно взгляните. И если вы не заметили, то именно его работы были на многих обложках прошлых выпусков новостей. Расскажем немного о следующем блендере 2.92. На этой неделе завершается первая стадия по внедрению новых возможностей. В прошлых выпусках мы уже показывали некоторые нововведения. С того момента завезли еще пару фишек. В Иви добавят Cryptomate. Это стандарт для композитинга. Ранее он был доступен только в Cycles. Cryptomate позволяет выводить пассы для дальнейшей постобработки. Поддерживает Motion Blur, Transparency и Default Field. Внесли улучшения в Rigify. В особенности проработали риг конечностей животных. Трекинг станет быстрее за счет улучшения многопоточности отслеживания многих маркеров. Немного подровняли элементы интерфейса и улучшили их размещения. Ну и изменили диалоговое окно при запуске, увеличили лого и положение элементов. И спонсор этого выпуска Kingston SSD KC2500. Ни для кого не секрет, что Kingston одна из самых качественных и запоминающихся компаний по производству памяти. SSD это наикрутейшая замена ваших старых HDD накопителей, которые в 10 раз быстрее предшественника. На данный момент они выглядят как вот такая маленькая плата с размером в палец, которая очень просто вставляется в ваш ПК. Так как я недавно пересел на Unreal с большим проектом, это сэкономило мне сутки времени просчета на загрузку, уровни и отклик во всем софте. Модели Kingston не требуют каких-то дополнительных драйверов для разгона. KC2500 доступны в вариантах от 250 гигов до 2 терабайтов. Ну и конечно по цифрам. Данная модификация поддерживает скорость передачи данных до 3500 мегабайт в секунду. В сравнении с тем, что скорости у обычных SSD SATA доходят до 550 мегабайт в секунду, ну а у древних жестких дисков до 100 мегабайт в секунду. Разница очень большая. На прогрузку уровней в Unreal уходят секунды. С тем, что буквально 2 недели назад я мучился со скоростью 3-4 минуты на уровень. Поэтому я гарантирую, если надумывал приобрести хороший SSD, то это самый топовый вариант. Ссылочка в описании. Вышло обновление Maya 2020.4. Этот выпуск включает обновление Bifrost, а также новые подключаемые модули Rokoko Motion Library, Substance и R0 для Maya. Все они получили более глубокую и мощную интеграцию с программой. В Bifrost повысили поддержку кривых для управления процедурной генерацией дорог и заборов, а также размещением и ориентацией разброса объектов. Улучшили динамику столкновений ткани, обновили Aerosolver, за счет чего повысилась производительность симуляций. Внедрили поддержку Arnold 6.1, который в свою очередь недавно получил новую систему постобработки, более быструю подгрузку текстур и более реалистичный рендеринг жидкостей и стекла. Также обновили встроенный плагин Motion Library для быстрого взаимодействия с данными захвата движений от Rokoko. Улучшили предварительный просмотр и перенос персонажей. Исправили ошибки в анимации, риггинге и моделировании. Также разработчики сообщают, что Maya на Mac, OS и Linux может слететь. Но это если ранее была установлена версия 2021 года любого продукта Autodesk. Кстати, этот баг был еще в прошлом обновлении. Ну и решение проблемы найдешь по ссылочке в описании. Google Poly закрывается. В начале декабря Google в очередной раз крохнул один из своих сервисов, на который можно было закидывать свои 3D-модели и просматривать их в реальном времени. В общем, он был аналогом Sketchfab. Возможность загружать модели будет отключена уже 30 апреля 2021 года. А в июне сайт полностью прекратит свое существование. Кстати, главный директор Sketchfab Альбан Денойл быстро среагировал и в день выхода официального заявления о закрытии Google Poly отчерикнул, что его площадка с радостью примет всех пользователей. Ну конечно. Ну и заодно добил аудиторию. А добил тем, что предоставил некоторые преимущества платформы. А это поддержка неограниченной, бесплатной загрузки материалов, возможность просматривать все модели в VR и AR, ну и отсутствие рекламы, наличие бесплатного контента, ну и совместимость с данными захвата LiDAR. Также он отметил, что такие технологические гиганты, как Google, никогда не запустят успешную платформу для пользовательского контента. Их постоянный провал в этом направлении обоснован лишь отсутствием должного внимания к сообществу. Ну, с ним очень сложно поспорить. Компания Ваком разрабатывает стилус для VR-моделирования. Данных пока что очень и очень мало. Известно, что стилус имеет систему отслеживания и обладает высокой чувствительностью. Модель похожа на обычную ручку и по описанию очень удобна для использования. Проще говоря, этот стилус обеспечивает плавный рабочий процесс от 2D до 3D. Что по поводу поддержки программ, этих данных мы тоже не нашли. Но уверены, что интеграция с Gravity Sketch точно произойдет. Ведь еще в 2018 году Ваком инвестировал в Gravity Sketch. Тогда компания по VR-моделированию привлекла 1,7 миллиона долларов. Также VR-пен совместим с графическими планшетами Ваком. Выпустили новую гарнитуру Varjo VR3 и XR3. Как сообщают разработчики, за счет технологии бионического дисплея, очки имеют самое высокое разрешение на рынке и большой угол обзора в 115 градусов. Также Bionic Display обладает высокой цветопередачей, но и позволяет видеть и читать мельчайшие детали с более высокой четкостью. Еще в гарнитуру встроен быстрый и точный айтрекер с частотой 200 Гц, а также трекер рук Ультралип для более точного захвата естественных движений. А вот сверхширокие линзы обеспечат меньшую нагрузку на глаз. Varjo VR3 можно использовать для работы с 3D. Они совместимы с Unity, Unreal и SteamVR. Ну и еще отметим, что очки XR3 снабдили функцией распознавания глубины с помощью данных LiDAR и RGB, что позволяет получить наиболее реалистичное отображение смешанной реальности. Все характеристики найдешь по ссылочке в описании. Snapchat объявил о выделении 3,5 миллионов долларов на поддержку создателей и разработчиков Snapchat Lins, которые используют инструмент Lins Studio. Линзы, созданные сообществом Snapchat, были просмотрены более 1 триллиона раз, поэтому компания хочет и дальше инвестировать в это направление. Информация об использовании фонда поступит только в начале следующего года. Помимо этого, Lins Studio получила обновление, добавили новые функции для поиска проектов, повысили сжатие текстур и вследствие чего загрузка стала намного быстрее. Уменьшилось использование оперативки и добавили несколько шаблонов морфинга лица в библиотеку. Ну и еще в Lins Studio можно импортировать свои 2D и 3D модели. Программа автономна и совместима с Windows 10 и Mac OS 10.13 и выше. Ссылка с более подробной информацией в описании. На прошлой неделе вышла очередная ежедневная сборка Corona Render 7 для 3ds Max. В предыдущих обновлениях были лишь исправления, а вот в последние, от 10 декабря, добавили новый PBR материал. Он называется Corona Physical Material. Он состоит из двух типов режимов, которые можно переключать. Это металл, то есть проводник, и диэлектрик. Большинство основных параметров теперь изменяются в зависимости от выбранного режима, ну и предпочтительного типа материалов. Отображение стало более физически корректным. Новый слой ClearCode может помочь покрыть материалы новым слоем, который будет иметь другое отражение IOR, иную шероховатость и цвет поглощения. Пригодится это для визуализации ПВХ пластика, смолы или покрытия автомобилей. Также добавили слой шин для отображения микроволокон на тканевых поверхностях. А тем временем Facebook погряз в судебных разбирательствах. Цукерберг опять что-то натворил. На прошлой неделе поступил антимонопольный иск от 46 штатов США с обвинением Facebook в подавлении конкуренции. Это довольно крупное обвинение, затрагивающее чуть ли не все действия компании на протяжении ее истории. Обвинение утверждает, что Facebook покупал конкурентов незаконно и настаивает на ограничение дальнейших приобретений. Но выходит, что дело будет рассматриваться на уровне законов местных штатов. Также к обвинениям присоединятся Федеральная торговая комиссия, а это уже заявление о нарушениях на уровне федерального закона. Оба этих иска также предлагают отделить Instagram и WhatsApp от основной компании. На что Facebook поспешил ответить, цитирую. Мы изучаем судебные иски и осуждаем правительство, которое теперь требует принятия решения спустя годы после того, как Федеральная торговая комиссия одобрила наши приобретения. При этом они не принимают во внимание влияние этого прецедента на более широкое бизнес-сообщество или людей, которые каждый день выбирают наши продукты. На самом деле одобрение можно отклонить, если впоследствии было признано, что слияние было совершено под влиянием ложных оснований. Ну и еще одновременно с этими исками рассматривается дело об объединении учетных записей Oculus и Facebook. В Германии возбудили судебное разбирательство по делу о злоупотреблениях, чтобы проверить связь между продуктами Oculus VR и социальной сетью, дабы исключить доминирующее положение на рынке. Пока что Facebook успешно справляется со всем гнетом, подавая апелляции и оттягивая время. А теперь новости с разбега. Один из современных французских законодателей моды Balenciaga при поддержке Sketchfab создал браузерную видеоигру в рамках запуска своей новой коллекции. Согласно некоторым источникам, разработка длилась около шести месяцев. Все модели были созданы с помощью фотограмметрии, причем в анимации. Но не сказал бы, что у них получился эталон сканирования. В твиттере многие пользователи интересовались о движке, на котором как раз и выполнена ходилка, но ясных официальных ответов мы не нашли. Некоторые утверждают, что в процессе прохождения замечали ассеты из Unreal, ну и Quixel Megascan. Игрушка, конечно, очень глючная. Порой браузер на компе очень сильно зависал. Что уж говорить о смартфонах. Ссылочка лежит в описании, попробуй. Состоялся выход стабильной сборки V-Ray 5.42 для Cinema 4D. В пятой версии настройка материалов стала намного проще. Добавили новые материалы металлов, меха и волос. Внедрили параметры Metalness для поддержки PBR. Появился новый адаптивный купольный свет. Улучшили модель неба. Добавили новый элемент рендеринга Light Mix для реалистичной настройки света. Реализовали новые интеллектуальные инструменты, такие как встроенный компостинг, а также интуитивно понятный интерфейс. Ну и еще внесли улучшения и исправили ошибки. Все подробности по ссылочке в описании. Вышел новый модульный послойный генератор Terraform 4D для Cinema 4D. Предназначен он для создания ландшафта. Процедурную генерацию можно осуществить с помощью растровых изображений, шейдеров с Т4D, сплайнов или даже градиентов. Стоимость плагина составляет 60 евро. Совместим с версиями от R20 до R23. Ссылочка в описании. Кстати, одним из разрабов плагина является Франк Вилек, ну который когда-то был старшим разработчиком программного обеспечения в Максон. BFX Digital Marketplace объявил о рождественской распродаже своей коллекции стилизованных 3D-ассетов Shape Meshing для Maya. Акция продлится до 17 декабря. На все продукты действует скидка в 50%. Все ассеты получены путем преобразования нарисованных от руки изображений в компьютерную анимацию. Ссылочка как всегда в описании. Друзья, напишите кто поиграл в Cyberpunk. Я врубил его на 1080 Ti и очень-очень-очень сильно разочаровался. Написал даже целый пост, куча фанатов на меня наехали. И тут я врубаю его на ноутбуке Vertix 2080. И тут я охренел. Детализация просто бешеная. Краски заиграли по новой. Поэтому если хотите погрузиться в эту игру, не начинайте пока не появится RTX. Это сумасшедшая хрень. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, заходите в телеграм-канал, ну и чат, конечно же. И до новых встреч.